Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! Я уже давным-давно не рассказывала вам о лекарственных растениях или о их пользе. И сегодня я, ну вот прям, загорелась рассказать вам о таком растении, как нигелла. Ну вот, фотографию нигеллы я нашла в своей книге. Вот так она выглядит. Очень многие садят или сеют ее у себя в саду. Цветочек этот нежно-голубого цвета используется у нас в Германии в букетах. Обычно в свадебной флористике. Этот цветок так называется, Браут-Инхарен. Это значит невиста с волосом. Почему так называется? Потому что он имеет вокруг цветка очень много такой зелени, которая похожа, очень тоненькая, похожа на воздушная такая, на зелень укропа, мелкая такая зелень. Поэтому и называется Браут-Инхарен. Вот так смешно. Но это растение известно уже тысячу лет. И тысячу лет применяется в египетской медицине, в медицине восточной. Используют масло, семян этого растения, холодного отжима. Масло этого растения называется шварцкемель или масло черного тмина. Семена этого растения применяются, как черный зезам, тоже в азиатской кухне. Вот в ориенталише кухне, это в турецкой и в такой, ну азиатской кухне. Это такие мелкие черные семена, которые называются в Германии черный зезам, шварцзезам. Или можно увидеть у турков, они посыпают на хлеб, на булочки. Ну и вкус у него и аромат такой же, как у масла нигелы. Хочу сказать, что выращивая нигелу еще в Казахстане, в своем саду, я сама заметила, что когда открываешь семенную коробочку, и семена еще не полностью созрели, они имеют удивительный аромат. Они пахнут... Так вкусно, скажу, какой-то кондитерский аромат у них. Ну замечательный. Так не пахнет ничто. Я не могу ни с чем сравнить, но очень хороший аромат. Аромат неустойчив. Когда семена подсыхают, аромат из них улетучивается. Масло черного тмина имеет немножко жгучий вкус и... Ну я скажу, что непривычный. Больше так. Продают масло черного тмина в капсулах, в реформхаузах, в аптеке можно купить. Кроме этого, можно купить там, где продают масла. Обыкновенные съедобные масла. Если вы будете применять без капсулы масла черного тмина, то его нужно развести оливковым или растительным... Каким-нибудь растительным маслом. Линым, оливковым. Таким, который будет уменьшать жгучий вкус и жгучие воздействия на ваш желудок и кишечник. Масло это считается золотом Египта, золотом Востока, потому что оно применяется при проблемах желудочно-кишечного тракта. Оно применяется от отравления, оно применяется при болях, восстанавливает слизистую желудка и кишечника. Масло черного тмина применяется от глистов, помогает тоже от глистов. Но нужно знать, что масло черного тмина снижает кровяное давление и еще снижает сахар в крови. Поэтому для диабетиков это хорошо. А у того, у кого пониженное давление или пониженный сахар, то для них, конечно, это совсем не будет полезно. Ну вот как-то так. Рассказала я вам об этом растении. Шлац кюмель-юль. Считается, что оно продлевает жизнь. Способствует долголетию. Кроме этого, содержит очень много витаминов, омега-драй, витамины группы В, группы П. Очень много витаминов. И, ну, это одно из хороших лекарственных растений. Ну вот как-то так, мои друзья. Я не сказала, как его нужно принимать. Советуют его разводить один к одному с другим растительным маслом. Вот. И принимается до двух столовых ложек в день. Самая большая норма – 4 столовые ложки, если вы будете в лечебных целях применять. Ну, это масло можно и деткам, но лучше его, конечно, давать в капсулу. Ну вот как-то так, мои хорошие. Вот вам и еще одно замечательное средство для нашего здоровья. Ну, раз уж мы сегодня с вами заговорили о лекарственных и лечебных маслах, то сейчас мы с вами займемся расфасовкой оливкового масла. Сливаем аккуратно оливковое масло, я сказала оливковое, это облепиховое масло, настояное на растительном масле, на подсолнечном, холодного отжима. Для чего мне нужно сейчас облепиховое масло? Завтра я иду в церковь на соборование. И хочу это масло осветить. Чтобы применять его потом в лечебных целях, еще лучше, чем раньше. Так, вот у меня одна баночка получилась. И я его, конечно, подарю. Ну-ка посмотрим, льется или нет. Нальется. Господи, благослови. Добрый час. Ну вот. Красота. И еще одна баночка. Чем же хорошо облепиховое масло? Это мое первое средство от ожогов. Прям наливаю на... Могу вот на такую даже салфетку, на бумажную налить это масло. И компрессом на ожог. Кроме компресса на ожог, можно лечить желудок. И кишечный тракт применять. А также можно применять в косметических целях. Для ухода за кожей лица. Видите, какая красота получилась? Три замечательные баночки. Облепихового масла. Это большая банка останется мне. А эти две я подарю. И вот еще одно лечебное масло или лекарственное. Масло из лекарственного растения. Вот как-то так. Ну вот так, мои дорогие друзья. Сегодня мы с вами поговорили снова о лечебных маслах. Одно из них называется золотое масло, а другое называется лекарство фараонов или что-то такое. Уже забыла. Всем всего хорошего. Я вас всех очень люблю. Будьте здоровы. Будьте спокойны и счастливы. Пусть ваши дети и близкие тоже будут здоровы и счастливы. Всем пока-пока. И до новых волнующих встреч, мои хорошие. На канале Север. Это моя судьба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok